МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ровно сто годов тому по этой чыгунце, якая в той час была в узкоколейкой, вядомый русский классик Александр Блок в первый и последний раз приехал на Пиншино. Шарым, сумным и брудным подался солдат русской армии Парахонск часов первой Сусветной войны. Зусим иншее уражение напыло склалося по литератору при встрече с населенным пунктом сегодняшним. Витаю вас, шановные! С вами снова программа «Полеские анарасы». И сегодняшнее наше знакомство с Акрагратком Парахонск Пинского района. С многими выбитными особами, такими, как Александр Блок, князи Друцко-Любяцкие, а так само Жиженские, насадками которых были Радзивиллы и старышно связанный Парахонск. Миновата у садибе Друцко-Любяцких ровно с того год тому в складе инженерно-будовнейшей дружины жил Блок. Аккуратно в этих землях, что выходили в складе земель князев Радзивиллов, набывали крылы для полета многие текавые особы минулого и сучасности. Что тычется самой назвы населенного пункта, то и она мая некольки версий походжения. Предание говорит, что по разделению Киевской Руси на княжество великим князем Владимиром Киевским Пинск и Туров достались его сыну Ярославу Владимировичу, который, охотясь над речкой Бобрик, отдыхал на липовой порохнявой колоде. И на этом месте была построена маленькая часовня. Ну а впоследствии начали селиться наши богомольцы, которые впоследствии и составили вот это село, которому и дано название Парахонск. Богатая историчная минулая и полесская самобытность заховали и вёски, которые сегодня размещаны на территории Парахонского сельбы Конкама. Селища, берассы, островичи, молодельщицы и иншие. Кожан из населенных пунктов мая свою богатую отметность и историю, али наибольшь перспективную динамику в развитии, как показывает час, отрымал Парахонск. За последнее время открытым акционерным обществом нашим Парахонское построено около ста домов усадебного типа и сданы в эксплуатацию два 24-х квартирных дома улучшенной планировки с поквартирным газовым отоплением. На сегодняшний день у нас насчитывается 32 индивидуальных застройщика. На протяжении уже нескольких лет у нас более 30 деток рождается по сельсовету. Так что перспектива на будущее есть. Семь годов тому везся был присвоенный статус агрогородка, який изъявляется центральной сядибой открытого акционерного товарыства Парахонское. Створенная у студени 2007 года на базе филиала агрокомбината Полесье Парахонское, сегодня мостное акционерное товарыство с трывалой и нарастающей вытворшей базой, развитой инфраструктурой. Знаходится господарка у ведомостной подпродкованности открытого акционерного товарыства агрокомбинат матчу лишь че. Наше предприятие является одним из крупных набрещений по площади, а также по поголовью крупнорогатого скота. На настоящий момент численность составляет 23 тысячи голов. Это практически 1,6 головы на гектар сельхозгоди, которые мы имеем. Створить найбуйнейшую господарку не только в области, а также в Украине, такие задачи ставить перед собой у Парахонским. 20 тысяч гектаров, 14 тысяч диаких сельхозгоди находятся во уластности господарки. 10 буйных живелогадовчих комплексов, сучастный комбикормовый завод, вытворшая магутность якого досягая 100 тонн у день. Новый зерносушильный комплекс, зачищальная линия на 15 тысяч тонн заховывания сборжа. Это еще не полный пералик основных объектов сельхозпродприемства, якои уже не перше десяток год, займая лидирующие позиции у района. Сейчас мы ежедневно сдаем более 85 тонн, при удое на корову 20 литров. Продаем более 1000 голов в месяц быков на мясо весом более 550 килограмм. Межным покашек и покашеками, а ли не забывают у Парахонским и об умовах праце для своих работников. Сгодно сучастных потребований у кожных за объекта у господарания забеспечены усим необходным, чтобы работники отшивали себе максимально комфортно на працованных местах. Хлопотятся у Парахонским и обстворены недостойных умов для проживания работников. В Парахонске живет очень прекрасно. У нас очень хорошая организация у Парахонска наша. Наш директор очень хороший. Нуждающийся в жилье, он помогает. Сама коренная, семья, ребенок, муж. Работа в детском саду. Дали нам дом очень, условия хорошие. Мне очень нравится. Очень. Я не чувствую себя, что я живу в деревне, потому что здесь у нас и музыкальная школа, и спортивная школа, и магазины. Товары такие, как и в городе. Я редко когда езжу в город. Агрогородок Парахонск – это еще и экономичный центр широко вядомого у республицы и за ее межами предприемства «Полеские журавины». Амаль 650 тонн витаминной продукции только летость было выращено по сучасных замежных технологиях на плантациях коля Парахонска. Вот эта ягода выращена на нашем предприятии. Это наше полесское золото. Посмотрите, какая красота. Предприятие было организовано в 1985 году. Черенки были завезены из Северной Америки. Основные сорта там Стивенс, Ховес, Макпарлин, Сирлс. И вот до сих пор выращиваем в нашем белорусском полессе. Под клюпы нас заняты 84 гектара. И под голубик Востокровоста 80 гектаров. Значные сродки укладываются в Парахонску и в развитие социальной сферы. Працуя у агрогородку гандлевый центр, где, окроме харчовой крамы, разместились кафе, ресторан, гостиница, отделение банка. А для конструирована середняя агульноэдукационная школа, у которой учатся коллег четырех сотня хлопчиков и девчонок. Сучасное обличие Майя и Яслисад, где выховываются маленькие Парахонцы. Парахонский Яслисад Пинского района построен в 1979 году. По типовому проекту на 12 групп. На сегодня функционирует 10 групп. 175 детей. В сравнении с 2010 годом ребятишек увеличилось в два раза. Однако напевно душой сельского населенного пункта уже в четыре десяти годзи з'является Парахонская детячая школа мастатствов. Узорный духовой оркестр, узорный ансамбль народной музыки и песни «Красачки», ансамбль скрипачоу, хор и вокальная группа. А мальчатыры 10-ти годзи под керауниством Пятра Соломенюка долучаются маленькие Парахонцы до чаровного свету музычного мастатства. Я занимаюсь на баяне, гитаре и меня почти сразу взяли в ансамбль «Красочки». Постоянно выезжаем на концерты. Недавно ездили в Минск, цирк и выступали в соборе. В нашей школе занимается на сегодняшний день 120 учащихся. По классу баяна, аккордеона, фортепиано, скрипки. Их обучают 13 учителей. Из них 8 учителей – это бывшие выпускники нашей школы искусств. Поэтому все от нас они взяли и дальше продолжали свою творческую деятельность. По-соправдному пошансовало у Парахонску и тем же хорам творче потенциал, яких потребует выявлять себе у самых разных видах мастатства. Вокально-хоровое, хореографичное, мастатско-драматичное, декоративно-прикладное. Для людей розных с дольностью у Парахонским Центральным Сельским Доме Культуры працуют творческие формирования. Разножанровая сеть наших коллективов и кружков представлена у нас как для детей, так и для взрослых. При нашем центре засуга работают 11 кружков художественной самодеятельности. В них участвует более 100 человек. На протягу 25-ти годов працую у Парахонску и детяша юнацкая спортивная школа. 270 навученцев займается тут. У приоритетах волейбол, футбол, легкая атлетика. Для занятков этими видами спорту у Парахонску есть все необходимое. Спортивные и тренажерные залы оснащены сучасным обсталяванием для полновартностного занятия спортом, набытым за кошт мясцового сельгазпродприемства. Достижения – это в Сальгоском шахтере наши дети. В этом году мы в марте передали 6 человек в Микошельский гранит. И выиграли мы в этом году область среди АПК. Сейчас передали опять 2 человека 2003 года рождения тоже в гранит. Тому и спяшаются парахонские хлопчуки и девчинки у спортивную школу с великим жаданием стать соправдными спортсменами. Очень нравится здесь. Тренера хорошие. Тренируются, равняемся на Кирилла Цевана, он шахтер, поехал. Хотим тоже тогда попасть. Шмат талиновитых людей выховываются на парахонской земли. Многие из них прославляют свой край и позамежами малой родимы. Отказные керавники и ученые, высококвалификованные урачи и инженеры, педагоги и иншие поважанные люди. Мабыць тому небесподставна верость туту тоя, что яшчы ни одного знакомитого деяча выховываются в парахонску. И неважно, у якой деянности он проявит себе – у музычной або литературной, навуковой и промысловой. Головное тое, что это будут свои деячы. И прославлять они будут свою землю – парахонскую. Редактор субтитров А.Семкин